Клушицы 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 Внимательно рассматриваем каждый горный уступ Каждую едва различимую среди камней тропинку И обнаруживаем совершенно свежие следы копыт Стадо козлов было здесь совсем недавно Но нам от этого не легче И снова мучительно долгие минуты ожидания У безааровых козлов очень сложная система использования разных уровней гор Выше всех держатся старые козлы, ниже самки с козлятами Но это все теория Как необычно среди гор выглядит наша самая обычная пустельга Этот небольшой сокол питается главным образом мышевидными грызунами и насекомыми И здесь он не случайно Все склоны усеяны норками А это значит, что старательному охотнику есть чем поживиться А вот еще одна очень интересная птица Пустельга только и смогла, что в удивлении, зависнуть над ней в своем необычном трепещущем полете Это горная куропатка или кеклик Причем здесь она не одна, а со своими собратьями Кеклики живут стайками, собственно так же, как и наша самая обычная серая куропатка Послушайте голос этой птицы Понятно, откуда такое название? Кеклик Птица сама его выкрикивает Название каменная куропатка тоже очень подходит к ней Жизнь ее теснейшим образом связана с камнями Кеклик прекрасно приспособлен к жизни на скалах Он может подняться почти по отвесному обрыву Легко бежит вверх по крутому склону И еду разыскивает на бегу Причем для этого он бежит только вверх Кормятся кеклики почти всегда на земле Основным кормом им служат семена, плоды, листья, зеленые побеги, луковицы и клубни различных растений Очень любят воду Летом, в жару регулярно посещают водопой Два, а иногда и три раза в день Для этого кеклики могут пробежать несколько километров Что поделать, если эти горные куропатки так любят бегать? Но и они при неожиданной опасности взлетают и с шумом скрывается В горах птицы все-таки Видите, как плит? Кеклик кекликом Но мы ведь здесь для того, чтобы снять редчайших безоаровых козлов Мы движемся по едва заметным тропам, пугая серых куропаток И они здесь тоже живут рядом со своими горными сородичами Кажется, у нас появились реальные шансы на новую встречу с горным кавказским козлом Один из наших проводников только что сообщил по телефону, что видит несколько зверей Но это в километре от нас Успеем ли? Горные тропы не самые удобные пути для быстрого перемещения А еще все-таки ощущается высота Как-никак три тысячи метров над уровнем моря Но желание увидеть живой символ горной Армении Похоже, помогает нам И вот он Безоаровый козел Самец Видите, жует листву Между прочим, это прародитель всех наших домашних коз Какой красавец А вот по склону медленно идет одинокая самка Странно, должны быть еще звери, ведь козлы и стадные животные Вот они Самочка с молодым козленком Лежат на камнях, греются А наш козел перешел на слизывание соли с камней Еще зверь отдыхает на скале Да, вокруг нас спокойно расположилось стадо безоаровых козлов Фантастика Кстати, о названии этого козла Безоар Это своеобразный комок из слипшихся волос Попавших в желудок козла вместе с пищей Этот побочный продукт пищеварения козлов Раньше считался чуть ли не волшебным Сколько за ним числилось разных лечебных свойств Посмотрите, посмотрите, как лежит соль А еще целебная кровь козла Кольца сделаны из козлиных рогов, обеспечивающие человеку крепкое здоровье Не мудрено, что в погоне за своим здоровьем Люди не слишком следили за судьбой этих животных Может быть поэтому так редки сегодня горные козлы Родиной всех козлов считают Азию Оттуда эти животные начали свое расселение на восток и на запад Расселялись медленно, успевая образовывать новые виды Их около десятка И все приверженцы скального образа жизни Увереннее чувствуют себя, когда под копытами камень У них пальцы облачены в твердый роговой башмак Эластичный, шероховатый и чуткий в прикосновениях с твердыми предметами Скалолаз, безоаровый козел, великолепнейший Просто дух захватывает, когда бегут эти звери по самым крутым и отвесным склонам Но что-то потревожило стадо козлов Возможно это волк, медведь или даже леопард Беспокойно взлетели клушицы Это горные родственники наших галок с необычными клювами кораллово-красного цвета Населяют высокогорья, скалы, альпийские и субальпийские луга Прекрасно и по многу летают Используя для парения восходящие потоки воздуха Их звонкий голос – сигнал для всех обитателей местных гор Внимание, опасность! Мы напряженно осматриваем окрестности Но не замечаем никого из тех хищников, кто может угрожать стаду И все же взволнованные безоаровые козлы решают покинуть это ущелье У животных, ведущих стадный образ жизни, сложилась богатая система общения Удивительно тонкая и выразительная Ритуалы, с помощью которых стадные животные отмечают свои пастбище Защищают их, ухаживают друг за другом, соперничают, спасаются от опасности Все они очень древние и имеют одну главную цель – выжить Стадо обеспечивает отдельным животным и активную защиту от хищников И возможность нормального питания А кроме всего этого, именно стадо облегчает и обогащает процесс обучения молодых животных Передавая им опыт всех животных Вот почему, наверное, стадо не спешит убегать, не определив характер опарки